На льду Машка. Так, любя жители Трёхгорки, назвали специальный механизм для заливки катка. Сделали сами, по чертежам. Именно благодаря этому приспособлению лёд становится ровным. Хоккейную коробку построили 13 лет назад. А инициатором самостоятельно заливать лёд каждый сезон стал местный житель Павел Фунтиков. Сами дошли до этого. Просто с детства, когда я сам был маленький, во дворе, это в 70-80-х годах, когда выходили дядьки большие, мы к ним подбегали, брали бронзовый шланг, заливали. И как-то с того момента нас приучили. Вот сейчас все взрослые дядьки 50, 55, 60 лет и старше. Мы как бы вспоминаем своё детство, молодость. Теперь посоревноваться в мастерстве на льду могут любители всех возрастов. Например, Вячеслав Герасимов вместе со своим братом-близнецом – хоккеисты-любители. Погонять шайбу всегда в радость. Особенно, когда каток в пешей доступности от дома. У меня окно выходит на этот лёд. Когда народ вижу, собирается, тогда выхожу. У нас на районе один такой каток. Я видел, ездил тоже в Одинцово и в дворцы ездил кататься. Мне в дворцах не понравилось, потому что там, мне кажется, очень ровный лёд. У меня ещё были маленькие по размеру коньки. Мы туда ездили, и мне не понравилось. Мы убрали в прокат, катались. И тут, мне кажется, мне более привычнее кататься. Качественно залить каток в одиночку сложно. Но у жителей с улицы Чистяковой с этим проблем не возникает. Выходят всем двором. А ещё поддерживают лёд в хорошем состоянии и убирают вовремя от снега. Практически каток открыт всё время. Мы только играем в понедельник, среда, пятница. И восстанавливаем лёд перед игрой. Играем в девять вечера. Лёд у дома ничем не уступает большим городским каткам, уверены жители. Здесь устраивают не только хоккейные матчи, но и костюмированные маскарады. Ближайший пройдёт в новогоднюю ночь. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.